Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти За последние месяцы в нашей стране заметно вырос спрос на гаражи, сообщает издание Автосреда Многие, находясь на самоизоляции, решили прикупить такую незамысловатую недвижимость Чтобы использовать ее по назначению, либо как склад для вещей, необходимость в которых исчезла К тому же гараж дополнительный источник дохода, если его сдавать Правда и цены на гаражи подскочили в среднем на 10-15% Трасса 101 В первой половине этого года новые легковые автомобили в нашей стране подорожали в среднем на величину от 3 до 7% Средняя стоимость новой легковушки зафиксировалась в районе 1 миллиона 600 тысяч рублей Например, модели Hyundai выросли в цене на 5%, Mitsubishi на 3,5%, Toyota на 2-2,5%, Mercedes-Benz на 3-4% В общем, правы те, кто говорят, если собрался покупать новую машину, то надо брать сейчас Дешевле они не станут Транспортный налог для машин старше 10 лет собираются снизить Правда, только в одном регионе, Камчатском крае Это инициатива местного губернатора Депутаты рассмотрят ее в конце июля Правда, логика тут не совсем ясна По прошествии 10 лет машина, что меньше, воздействует на дороге Кстати, на Камчатке отменен транспортный налог для автомобилей, работающих на газе В скором будущем это должно коснуться и электрокаров Трасса 101 УАЗ-пикап оснастили автоматической трансмиссией Это тот же шестиступенчатый французский автомат, который ранее получил УАЗ-патриот Работает он в паре со 150-сильным бензиновым мотором ZMZ Pro объемом почти 3 литра Хорошо известные особенности модели Жестко подключаемый полный привод, пониженный ряд передач, блокировка дифференциала сохранены Ценник такого пикапа, правда, кусается более 1 миллиона 200 тысяч рублей Трасса 101 Вы не по своей вине попали в аварию и в рамках ОСАГО направляетесь на ремонт в конкретную автомастерскую Однако там выясняется, что денег на качественное восстановление машины может не хватить Дальнейшее развитие событий пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров В данном случае ремонтная организация будет пытаться вписаться в эти деньги Но, как правило, устанавливают либо детали бэушные, либо детали неоригинальные В случае, если они захотят или предложат вам установить оригинальные детали Тогда, как правило, они предлагают вам доплатить определенную сумму за эти оригинальные детали Если вы не согласны с доплатой, то в данном случае можете разницу искать уже непосредственно с самого виновника Как это все сделать, за разъяснениями можете обратиться в нашу организацию Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловская, 52, телефон 64-5004, сайт Кроссру На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...